всем привет сейчас хочу поговорить о опыте когда мы начинаем играть основное что нам необходимо это опыт для прокачки уровней для получения первого продвижения и для получения рыцарского класса необходимо очень большое количество опыта и сегодня хотелось бы поговорить откуда его брать ну начнем пожалуй со священного дерева заходим в него и здесь мы видим наша ферма местонахождение и вот эти два нас интересуют заходим местонахождение здесь наш дом и что мы видим в доме доме у нас есть ежедневное такое моприятие как костер который мы можем разжечь раз в день давайте дальше осознанем и в течение 10 минут мы будем получать опыт каждый по моему 15 или 30 секунд то есть просто брать опыт также мы можем приглашать сюда друзей которые также будут получать опыт ну и сами мы можем два раза в день сходить на костер к своим друзьям по приглашению то есть только если вас пригласят второй источник очень похожий на костер это гильдийский зал гильдии который запускает глава в определенное время раз в день и мы там у нас запускается гильдийское дерево на котором мы собираем такие сейчас бы жемчужинки и зависимости от того количества в какой мы там топ попадем по гильдии по жемчужинкам мы получаем опыт плюс коэффициент к этому опыту также хотелось бы сказать что смотрите в штабе гильдии академия и в продвинутых навыках высшие навыки есть такой баф как сейчас я найду его вот баф в зале гильдии то есть вот у меня он прокачивания до 6 уровня то есть соответственно в зале гильдии я получаем 12 процентов больше опыта благодаря этому бафу то есть чем больше будет прокачивать тем больше количество опыта мы будем там получать также у нас есть ферма наша сейчас мы позвоним на священное дерево ферма на которой мы можем высаживать опыт в магазине то есть мы видим третий класс семена опытов за 12 часов мы получаем 700 тысяч опыта ну плюс если у нас прокачана плодородность почвы у меня до максимума то не 12 часов на 17 процентов меньше по времени и соответственно 27 процентов больше время ой больше урожай то есть это около миллиона опыта с 18 грядок то есть мы благодаря 18 миллионов там плюс минус мы получаем также небольшое количество опыта вытаскивается из учебников которые можно либо покупать либо вот сейчас у нас появились сокровища гильдии в которых всегда есть вот эти учебники опыта третьей ступени из каждого который 5000 очков ну хоть немного но какой-то опыт ну и наверное перейдем к основному источнику опыта это компания и много пользовательская групповое подземелье компания у нас доступны ежедневно плюс у нас на компанию тратится энергия за прохождение каждой компании тратится 20 энергии ежедневно дается 200 энергии и мы можем 300 очков восстановить то есть этого можно потратить 500 энергии здесь мы можем войти пройти блицом соответственно давайте я сейчас пойду блицом то есть 10 раз если у нас есть духовный союз мы можем моментально ускоренный блиц вот получил я 13 131 миллион 16 тысяч опыта за 10 плюс это соответственно могу еще 300 очков восстановить благодаря зелью выносливости и плюс я советовал проходить бы компании под свитками опыта свитки опыта бывают трех типов это бывают стопроцентные 200 процентные и 3000 процентные свитки стопроцентные свитки можно купить например в обычном магазине в нашем вот они продаются 300 бонусных анамантов можно покупать за бонусный анамант без проблем 200 процентные у нас попадаются очень часто в различных ивентах подарочки которые частенько валяются по городу запускают разработчики эти подарочки то есть тоже в принципе не не вызывает никакой проблемы довольно часто попадают и также бывают 1000 процентные свитки которые достать гораздо сложнее они покупаются на аукционах которые время от времени запускаются и также выпадают иногда из горшка то есть золотое дерево сейчас даже посмотрим в этом золотом дереве по моему нету но да здесь вы них нету но время от времени бывают они и в горшке то есть тактика какая вот я вам хочу сказать что вот мы пили 1000 процентный свиток быстренько прошли компании если у нас есть зелье выносливости на 300 выносливости пополнили то есть сначала на 200 уже максимум 200 будет еще быстренько прошли компанию под блицом под ускоренным и потом еще выпили на 100 и прошли и дальше идем групповое подземелье и проходим там то земелье который максимум вам открыто если у вас есть сейчас дойдем до туда посмотрим и здесь выбираем подземелья и идем групповое подземелье если у вас есть приказы империи то час действует свиток желательно использовать приказы империи максимально получить опыта приказы империи также выпадают из различных подарочков они есть в диких землях в археологии то есть в принципе они довольно часто всякие за всякие ивенты их дают за всякие награды за обновление и там всякие компенсации за сбой работ и промо коды вот эти то есть тоже вот частенько вводится там получаются эти свитки то есть в принципе эти приказы империи не являются такой большой проблемой если вначале их не так много то потом они уже довольно большом количестве копятся и они есть ну что еще хотелось бы сказать куда взять большие земли выносливости это вот теперь они выпадают тех же подарочков которые вот по городу разбросаны с диких землях также равнение аутарик по моему они даже посмотрим в археологии по моему они здесь не вижу по реквизитах да не да вот большой зелье выносливости пять штук то есть дополнительно 250 энергии собираются не скажу что прям так часто но довольно легко где у нас еще может там у нас еще в башне испытаний также получается небольшое количество опыта но тоже опыт необходимый это так как недельные мероприятия то поэтому не очень большое количество опыта и также заброшенных катакомбах вот мы видим да опыт 9990 тысяч за 29 ой за 99 этажей то есть этот сотый этаж еще не прошел за ту за 29 этажей 14,5 миллионов и здесь за 29 то же самое 14,5 это ежедневно мы можем получить этот опыт на заброшенные катакомбы свитки не действуют то есть свитки у нас действуют только на компанию и многопользовательское подземелье ну да групповое подземелье все правильно вот в принципе основные источники дохода опыта если придерживаться правил что под свитками кстати частенько бывает благословение вот здесь запускается на сервер то есть там 200 300 процентов если вы начали играть на сервере позже то у вас тут личное благословение будет до 1000 процентов то есть это тоже надо все использовать все учитывать если вы будете учитывать выпивая необходимое количество свитков опыта также вот как я сказал зелье выносливости и приказы империи то в принципе опыт будет браться довольно легко и довольно много на этом все подписывайтесь на наш канал вступайте в группу вконтакте пока пока